Республиканский фестиваль базовых коллективов физической культуры – традиционное мероприятие, которое проходит уже в седьмой раз. Непрофессиональные спортсмены со всех областных центров страны приехали в Брест продемонстрировать свою высокую физическую подготовку и стремление быть лучшими. Одна из них – Татьяна Ивашкевич. Девушка увлекается волейболом с самого детства, и поэтому, когда ее пригласили в команду, сразу же согласилась. Надо заниматься спортом, надо чаще проводить соревнования. Мне кажется, сплочают, очень много знакомств появляется. Мне очень нравится. Это весело, весело проводить время. Здорово и здорово. Волейбол, стритбол, легкая атлетика, плавание и настольный теннис. Спектр спортивных состязаний был достаточно разнообразным. В каждой из шести команд, за право называться победителями, боролись 26 человек. И с каждым годом число желающих заниматься спортом растет. Средний возраст участников где-то 37-40 лет. Девушки, мальчики. Девушки, естественно, увеличивается семья, они отвлекаются. Но, знаете, есть тенденция к тому, что больше и больше девушек возвращается после родов в спорт, поддерживает свой образ жизни и привлекает детей. Здесь даже одна из команд приехала полным составом с малышами. Такие выезды обязательно нужны, потому что люди знакомятся, люди делятся каким-то опытом проведения спортивной работы. Знакомятся. Такие фестивали имеют очень большое значение. Сегодня развитию спорта в нашей стране уделяется особое внимание. Каждый год в республике появляются новые спортивные комплексы, манежи, ледовые дворцы и другие центры физического воспитания. По статистике в Беларуси занимаются различными видами спорта около 18% населения. В Бресте также есть приверженцы здорового образа жизни. Если Брестскую область мы возьмем, 18,2% по итогам прошлого года наше население принимает участие. Это подразумеваются различные виды формы занятий физической культуры. То есть пешие прогулки, велосипедные прогулки, хождение, тренажерные залы, фитнес, аэробика, плавание и так далее. По словам Петра Орона, количество людей, занимающихся спортом, с каждым годом растет. И неудивительно, ведь здоровье – это важнейший фактор, позволяющий человеку полноценно жить и трудиться.